здравствуйте дорогие друзья большинство кадров показанных далее были сделаны нами во время наших экспедиций некоторые снимки прислали вы за что пользуясь случаем благодарю вас пока я буду рассказывать теорию предлагаю вам посмотреть пример окон в земле а когда дойдем до конкретного примера то будут показаны съемки непосредственно с того объекта о котором идет речь фильме засыпанный дом инструкция к применению мы рассказали простейший алгоритм о том как отличить засыпанный дом от так называемого так построенного сегодня предлагаю углубиться в эту тему и поговорить конкретно об окнах в земле казалось бы это очевидная тема и ничего нового тут уже нет многим официальным историкам и альтернативным исследователям она уже набила оскомину и даже надоело а сколько копий сломано версии выдвинутая провернута как официальных так и альтернативных сколько было по ним спорам при этом каждый считает что прав именно он а его оппонентам просто не хватает знаний или понимания предлагаю прекратить споры и наконец разобраться в этом вопросе давайте рассмотрим его с трех точек зрения первое точка зрения официальных историков вторая точка зрения обывателя третье точка зрения архитектора и строителя какова точка зрения официальных историков и большинство скептиков думаю вы ее прекрасно знаете по их мнению если у дома есть окна в земле то это первое сразу так построили то есть намеренно второе через какое-то время дом просел и третье просто нарос культурный слой а вот у этой версии есть частные случаи так сказать под версии то есть это жители дома мусор кидали себе под ноги либо ровняли дорогу либо хозяева сами засыпали чтобы предотвратить затопление дома весенним паводком либо прохожий грязь на обуви натащили но еще вариант виноваты домашние животные так как навоз никто не вывозил как можно заметить вы сами эти объяснения официальных историков противоречат друг другу но при этом они не спорят между собой а все хором доказывают что неправы мы поэтому предлагаю официальную версию копнуть поглубже дабы вся ее несостоятельность видна стала различных публикациях официальные историки приводит разную скорость нарастания культурного слоя дескать это зависит от конкретного места по их словам в городах культурный слой нарастает быстрее чем в деревне а в открытом поле его может не быть совсем запомним это друзья мои позже мы к этому моменту обязательно вернемся что касается так построенных домов то самым излюбленным объяснением официалов является цокольный этаж в котором якобы жила прислуга или хранили продукты также скептики любят ссылаться на законодательный запрет постройки зданий выше 21 метра введенный в 1765 году для выдерживания единообразного стиля и якобы поэтому приходилось углубляться справедливости ради должен отметить что подчас сразу несколько из этих объяснений вполне могут быть правдой в том или ином случае однако есть одно но окна в земле встречаются не только в москве или санкт-петербурге такие окна есть везде по всему миру если законодательно ограничение высоты еще хоть как-то можно натянуть на санкт-петербург и российскую империю то например в англии этот закон точно не действовал подчеркиваю окна в земле есть везде по всему миру и не только в городах а даже в селах и деревнях исходить в их оценки нужно именно из этого факта который официальные историки почему-то забывают а теперь позвольте привести первый пример церковь иоанна богослова которая расположена в селе хавертово рязанской области благодаря новодельному бетонному крыльцу мы можем легко узнать высоту так называемого цоколя учитывая что по современным стандартам средняя высота ступеньки 15-20 сантиметров а здесь их восемь штук плюс еще уровень грунта то считая среднюю высоту ступеньки равны 17 сантиметров получаем высоту крыльца 153 сантиметра то есть полтора метра значит высота цоколя такая же при этом буквально в паре метров от этого крыльца мы имеем окна в земле ну а если точнее окно и дверь но неужели кто-то всерьез считает что она сама так получилось конечно сама ничего не происходит это специально так построили чтобы в дверь даже ползком не протиснуться чтобы развеять версию о культурном в кавычке слое нарушен аж под самый верх двери давайте посмотрим на эту церковь сверху она стоит тут одна в чистом поле здесь даже нормальной дороги нет которую могли ровнять и здесь не овраг не какая-то низина где паводка могло намыть или это домашние животные навоз наложили или мужики на лаптях грязь притащили или тут мусор прямо под ноги кидали а убирать некому было возле церкви то так и хочется спросить а здесь был хоть кто-то из официальных историков или скептиков кто продвигает эти идеи вы конечно можете сказать что мол ничего необычного если в цокольный этаж нужно спускаться она обычный подниматься так и сейчас строит про цокольные этажи мы поговорим далее а сейчас показываю еще раз разве так сейчас строят для кого а теперь давайте рассмотрим ситуацию с окнами в земле с точки зрения обычного человека представим такую картину вы решили построить себе дом при всем разнообразии проектов первым делом вы должны решить будет или нет у вас в доме цокольный этаж ибо это решение определяет стоимость строительства и сроки большинство людей мечтающих построить свой дом предпочтет вариант побыстрее и подешевле но это логично и вот именно для них существуют проекты с так называемыми полами по грунту такая коробка дома возводится в разы быстрее и дешевле чем дом с цокольным этажом понятное дело что бывают различные нюансы как-то рельеф местности грунты под домом используемые материалы прочее 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 но в основной массе своей коробка такого дома быстрее и дешевле подчеркиваю именно коробка ведь затем уже поставленной коробке нужно сделать те самые полы по грунту а в зависимости от хотела хозяина местного климата грунтов под домом и прочего в эти самые полы по грунту замуровывается утеплитель подогрев водопровод канализация электрика и прочей инженерной коммуникации но об этом мы еще поговорим далее сейчас же важно то что с точки зрения обычного человека такая коробка стоит дешевле строится быстрее а когда она уже поставлена то это некий психологический рубеж дом как бы уже есть а дальнейшее вложение в него это как бы само собой разумеющиеся при этом зачастую вопрос где хранить зимой несколько мешков картошки и банки с оленями откладывается на потом и в итоге спустя какое-то время возле дома появляется отдельно стоящий погреб друзья если кто из вас жил в деревнях тот наверняка наблюдал такую картину эта тенденция сохранилась даже сейчас я вовсе не утверждаю что в деревнях никогда не делали подвал под домом конечно же делали не всегда не так часто такое бывало при этом погреб возле дома является непременным атрибутом каждой деревне или села вы скажете ну так то деревня там места много а в городах каждый квадратный метр на счету хорошо тогда для чистоты эксперимента давайте более подробно рассмотрим несколько зданий не в городе в одной из деревень рязанской области стоит вот такой вот дом вы заметили его совершенно случайно во время экспедиции 2021 года просто проезжая мимо в тропях даже забыли записать название деревне где этот дом находится поэтому друзья если кто узнал это место просьба в комментариях напишите пожалуйста координаты все здания это деревне и дорога на одном уровне поэтому говорить о выравнивании дороге не приходится здесь и так все относительно ровно дом не очень большой поэтому утверждение что на нижнем этаже жила прислуга здесь не работает ну и делать большие окна вместе где якобы должны храниться продукты вообще нелогично мало того что из-за таких больших окон этот якобы подвал летом будет быстрее прогреваться так эти окна еще и упрощают кражу продуктов мародерами тогда остается либо культурный слой либо просадка здания про просадку мы поговорим далее а про культурный слой замечу что это не город интенсивность движения людей тут гораздо меньше однако мусор видимо и тут накидали и животные навозом все завалили прямо как в городе а убирать опять было некому в качестве версии происхождения так называемого культурного слоя хочу показать вам друзья стоянку списанных троллейбусов в ялте эту стоянку засыпала серевым потоком в июне 2021 года это что вы видите вовсе не фотомонтаж не фантазии художника это реальные документальные кадры в интернете их полно в описании под этим фильмом есть две ссылки кому интересно рассмотреть подробнее переходите а сейчас хочу обратить ваше внимание что камни даже в салоне троллейбуса а теперь друзья просто попробуйте представить что это не троллейбусы а старые дома побежал холодок по спине давайте теперь разберем окна в земле с точки зрения архитектора проектирующего дом и строителя который его строит ибо нам нужно учесть мнение разных сторон как я уже говорил выше наличие цокольного этажа сильно увеличивает сроки постройки удорожает стоимость строительства и усложняет сам процесс постройки так как цокольный этаж это по сути своей такой же полноценный этаж только в земле именно поэтому цокольный этаж требует утепления и гидроизоляции и это уже не зависит от хотелок хозяина ибо от этого напрямую зависит долговечность дома ведь если у цокольного этажа не будет гидроизоляции утепления то материал из которого сделаны его стены будет тянуть влагу из грунта будь это бетон кирпич известняк все эти материалы впитывают воду а вода зимой замерзает а при замерзании вода расширяется это всем известно еще со школы уверен чтобы этом знали и наши предки строившие грандиознейшие архитектурные памятники и так с точки зрения заказчика строителя и архитектора цокольный этаж усложняет и удорожает постройку но есть у него два плюса которые порой могут перевесить все минусы первый плюс это прокладка инженерных сетей ведь водопровод канализации электрические кабели и прочее гораздо проще проложить в цокольном этаже самое главное это потом дешевле и проще обслуживать чем ковырять полы по грунту чтобы починить если что-то случится вторым плюсом является возможность размещения в цокольном этаже подвала где могут храниться запасы на зиму соленья и мешки с картошкой также цокольном этаже можно разместить котельную как утверждает официальная история до 20 века инженерных коммуникаций в цокольных этажах не было допустим тогда давайте рассмотрим вариант с размещением там погреба и котельной тем более что именно на него и упирают официалы с котельной тут на самом деле все просто если это богатый дом то считалось престижным иметь красивую печь или камин прямо в жилых комнатах а если дом не богатый то позволить себе лишний этаж его жители уже не могли справедливости ради должен отметить что случай размещения печек в подвале все же есть с этим собственно никто и не спорит но тут нужно разбираться более детально что это за дом какого года он реальной постройки и в каком году в нем была сделана печь нужно учитывать все детали даже рельеф местности что касается размещения погреба в цокольном этаже то этот вариант мы уже рассматривали выше опять же я не отрицаю что в наше время так делают все зависит от каждой конкретной ситуации а в ней нужно детально разбираться прежде чем говорить что этаж с большими окнами изначально строился как погреб в наше время такие этажи старинных домах на самом деле используют для хранения продуктов и ненужных вещей но только потому чтобы не пропадало место ибо ни для чего другого эти этажи использовать невозможно из-за сырости в них и холода а холод и сырость там из-за отсутствия гидроизоляции и эта система доказательств которую используют скептики есть замкнутый круг по их мнению нижнюю часть использовали для размещения прислуги печей складов так как там холодно и сыро а холодно и сыро там потому что нет гидроизоляции и бы строили для размещения прислуги печей и складов но друзья в этой доказательной системе нет ни одной причины официал использует только следствие ведь все просто смотрите сами если стены дома с полами по грунту который мы рассматривали выше тянут влагу только снизу фундамента то стены цокольного этажа тянут влагу всей своей поверхностью которая обращена наружу друзья прошу прощения что мне приходится объяснять такие элементарные вещи которые вы и так знаете как любой строитель но мне приходится из раза в раз повторять одно и то же так как официальные историки по ходу этих моментов не знают или не понимают а потому они гидроизоляцию делают известняком а предслугу селят в подвалы а ведь там даже летом холодно и сыро особенно старинных домах тем более что в них нет гидроизоляции как это не парадоксально но то что гидроизоляции там нет можно понять даже и самих утверждений официальных историков о нарастании культурного слоя ведь для того чтобы гидроизоляция работала она должна выходить выше уровня грунта а если культурный слой постоянно нарастает то неужели хозяева домов в прошлом каждый год 10 лет обновляли гидроизоляцию друзья вы когда-либо слышали чтобы официалы говорили об этом да никогда максимум что говорят официальные историки так это то что в прошлом роль гидроизоляции выполнял камень и по их мнению как правило известняк но суть гидроизоляции в том чтобы отсечь капиллярный подсос влаги из грунта а для этого каменные блоки должны быть на всю ширину стены если речь идет об отсечении подъема влаги вверх по стене и потом известняк в качестве гидроизоляции не самое лучшее решение ибо он пористый также как и кирпич впитывает воду и она в нем также как в кирпиче замерзает и известняк также разрушается это все равно что в наше время в качестве гидроизоляции использовать женские капроновые колготки вот здесь это прекрасно видно белый камень потому и рассыпался что в нем замерзла вода в качестве гидроизоляции можно использовать например гранит но не мрамор и уж точно не известняк но опять же чтобы гранит работал как гидроизоляция этот гранит должен быть целым куском а не из блоков так как по швам между блоками просочится вода то есть облицовка здания гранитом это еще не гидроизоляция тут должен пояснить что в моих словах нет никакого противоречия касательно наших предков которые строили красивые здания при этом не делали гидроизоляции приведу простой пример в наше время подавляющее большинство зданий в испании израиль италии строят без гидроизоляции я сейчас не говорю о крайностях когда картонные дома строятся гастарбайтерами или правил и миллионеров есть любые мыслимой изоляции речь об обычных зданиях в которых живет и трудится большинство населений этих стран гидроизоляция крыш до бассейнов конечно если близко грунтовые воды тоже пожалуйста но в основной массе своей фундамента зданий там не имеют гидроизоляции и более того так продолжают строить до сих пор почему да просто потому что там нет наших морозов до порой зимой там бывает очень холодно и по ощущениям порой кажется что даже холоднее чем в россии но это из-за влажного климата а ведь чем опасен капиллярный подсос стенами влаги из грунта тем что в северных широтах зимой эта влага замерзает и рвет камень не больше не меньше так что смысл в гидроизоляции есть только в холодном климате а наши предки не делали гидроизоляцию вовсе не потому что не знали или не умели а просто потому что она была не нужна а вот теперь давайте на минуточку представим что климат был теплым без зим даже еще теплее чем в италии или израиле тогда влага в стенах никому не мешает ну намокла стена так она и высохнет под действием солнца и ветра если влага не замерзает то материалу стены ничего не угрожает и тогда городить гидроизоляцию смысла нет тут вы наверняка скажете что мокрые стены покроются плесенью на что я позволю себе напомнить вам что для кладки стен использовали известковый раствор а известь это природный антисептик если кто-то видел известь покрытую плесенью то напишите в комментариях где это было и когда на это я отвлекся давайте вернемся к нашей теме еще одной причиной появления окон земле скептики и официальные историки называют просадку здания мол за 100 200 лет своего существования дом под собственным весом утонул в грунте этакий титаник да приведу следующий пример вот перед вами улица металлистов туле фото 2018 года когда тут проводились масштабные раскопки мы выпустили несколько фильмов о находках во время этих раскопок кому интересно ссылки есть в описании а сейчас давайте рассмотрим эту фотографию подробнее на дне шурфа выкопанного археологами вдоль дома видны бревна старинной мостовой а теперь посмотрите правее на сам дом вы видите окна земле получается что дом под своим весом просел вместе с тротуаром или это специально так построили версия просадки зданий конечно имеет под собой реальную основу ведь многие самостройщики до чего греха таить даже профессионалы не проводят геологоразведку прежде чем начать стройку в итоге нередки случаи когда построенный ими дом начинает трещать по швам из-за просадки но как человек более двадцати лет проработавший строительстве могу определенно утверждать что в случае такой значительной просадки здания на метр полтора-два по стенам неизбежно пойдут трещины и их никак не скрыть и не замазать ибо они будут проявляться вновь и вновь но имеем ли мы трещины на старинных зданиях которые якобы просели уверен наши предки строившие такие грандиозные здания дураками не были они прекрасно знали что нужно проводить геологоразведку выяснять какие грунты будут в том месте где надо строить и принимать необходимые меры дабы не допустить просадки и образование последующих трещин в качестве примера предлагаю еще раз посмотреть на здание церкви иоанна богослова которая расположена в селе хавертово рязанской области обратите внимание стены нигде не потрескались значит здание не просела по ходу фильма мы показали вам много различных примеров окон земле хоть один из них подходит под определение просевшего дома как видите ни одно из утверждений официальных историков не годится для объяснения такого явления как окна в земле в некоторых частных случаях их объяснения могут подойти если нет ничего лучше но глобальном масштабе это объяснение не годится друзья поделитесь своим мнением какова на ваш взгляд причина появления окон земле возможно мы упустили какую-то важную деталь также будем рады ответить на ваши вопросы на этом я с вами не прощаюсь самое интересное еще впереди благодарю вас за внимание за то что досмотрели до конца всего вам доброго до скорых встреч